Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Ну что ж, добрый день. Вторая половина нашей программы «Дневной разворот». Сегодня мы, увы, работаем без Владимира Сметанина, потому что Володя приболел серьезно. Но будем надеяться, что это ненадолго. Поэтому сегодня в эфире с вами я, Елена Овчинникова. Телефоны для связи, если вы хотите задать вопрос. Мне, в том числе нашему гостю у нас сегодня депутат Законодательного собрания Дмитрий Русских в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, все слушатели. Да, ваши вопросы, пожелания и так далее адресуйте по прямому телефону 708-502. Мы с вами с удовольствием поговорим. Для СМС, если вы хотите написать, высказать свое мнение, 8-909-720-101 и 0. Также у нас есть опрос. Можно это сделать на нашем сайте икирова.ру или в нашей группе ВКонтакте. Итак, опрос «Стоять сквер на улице Просоюзной удалось благодаря». Несколько позиций и ответов. Активная позиция местных жителей. Резонанс в СМИ. Помощь общественной палаты. Вмешательство депутатов и политиков. То есть уже понятна тема озвучена. Сквер на улице Просоюзной. И один из самых ярых заступников, Дмитрий Михайлович Русских, у нас сегодня в студии. Все дело в том, что 31 октября состоится достаточно весомая вещь, которая определится все-таки с судьбой парка. Городские власти предложат новый участок под строительство бизнес-центра Авиатской торговой промышленной палаты. Договор аренды на территорию сквер на перекрестке улицы Карла Маркса и Просоюзной будет расторгнут через суд. Заседание состоится 31 октября. Это весомая позиция и вопрос Дмитрию Михайловичу. Что вы об этом думаете? Что с парком? Как развивается? Я знаю, вы ходили, митинговали, прибирались, собирали людей. Как раз, когда очень явно и громко зашел разговор о том, что в этом парке. Ну, он теперь уже такой хиловатый парк-то, да? И в чем? Чья же тут вина? Вина тут мы можем сразу с вами определить, чья. Но при этом парк пускай хиловатый, но это парк. Это лучше, чем голая застройка, которая фактически вырубала все эти деревья. Ну да, бетонные джунгли. Какой не есть, но лучше, чем стеклобетон. На самом деле, 31-го в 13.30 будет суд арбитражный, что и определит будущее этого парка. Что-то комментировать, вот боюсь глазить, потому что я всегда в последнее время вижу какие-то подводные камни, которые могут произойти или могут быть. То я очень надеюсь, то, что вы сейчас зачитали, на самом деле все это сбудется. И договор аренды будет расторгнут между городской администрацией и вязкой промышленной палатой будет расторгнут. И тогда мы уже можем смело говорить, что благодаря, еще сразу ставлю, позиции кировчан, жителям микрорайона того, и в том числе поддержке СМИ, в общем-то, произойдет впервые, наверное, в нашем городе, когда общественность защитит то, что ей на самом деле принадлежит. И кировчане могут смело сказать, что когда мы все едины, фактически мы непобедимы. И вот участие всех и привело к такому результату, что, может быть, впервые, наверное, даже городская власть все-таки пошла на уступки и решила, что все-таки парк должен быть. Но, может быть, это в преддверии каких-то событий, потому что непопулярные такие движения все-таки не откладывают значительный отпечаток. Вы помните, вот вы сказали впервые все, а припомните, как мы митинговали по поводу Парка Победы. То есть это необходимо, вот это будет. В конце концов, за бесплатно отдали половину, практически половину Парка Победы. По информации СМИ, что говорят, что его продают за 200 миллионов. Да, 200, если не больше миллионов рублей, то, что получили в подарок, значит, все это выставлено теперь на торги. У нас просто городская власть очень добрая, она где-то все дарит, а где-то очень дорого все покупает. Вы уверены, что она добрая? Ну, в кавычках я, в кавычках. Да, вы в кавычках. Вот, понятно. И здесь, смотрите, вот тоже суд решит вопрос о расторжении договора. Здесь мне не очень понятно. То есть Вятская торгово-промышленная палата несколько лет платила деньги за аренду этой территории. И вдруг я с удивлением прочитала, что вот передо мной лежат несколько статей, городские власти говорят, ну, была аренда, но как бы там ведь не подразумевалось какое-нибудь строительство. Вообще-то это как это? А зачем же тогда торгово-промышленная палата взяла? Палата брала парк, да. Взяла, да, останки вот этого парка. Да, и, кстати, все эти два года его не благоустраивало, хотя это, в принципе, должно было быть в ее прямых обязанностях. Да, конец часа прошлого выступал у нас главный редактор Светлана Занькова, она как раз задалась вопросом, а что же там будет? А там, в принципе, должно было быть то, что и должно быть, понимаете? Вот, и когда я читаю, там, вот старые деревья, они все прогнили, пардон. А кто довел парк до состояния рухляди? Что, нет норм? Есть нормы. Нет положений? Есть положение. Ведь есть хозяин этому парку, и хозяин, как шелудивую собаку, бросил этот парк на полдороги, и пускай он догнивает. Давайте не будем, как бы, ничего придумывать, потому что совершенно четко и внятно есть ответ. Кто довел парк до подобного состояния? Ну, если мы там изначально возьмем, то этот договор возник в 2010 году, подписал его господин Мачехин, всем известный, глава администрации бывшей города Кирова, сам приезжий из города Кирово-Чепецка, и точно так же по неожиданным форматам все должно было перетечь компанию КЧУС, которая тоже является там родиной города Кирово-Чепецк. Понятно, что на том периоде было под таким флагом, что нужен бизнес-центр, очень нужно, возникла вязко-торгово-промышленная палата, в которой, в принципе, в свое время и господин Липатников признался, что самим не построить, а вот здесь такая появилась очень хорошая организация, которая сказала, давайте нам этот участок, мы вам построим торговый центр и с выставочными залами для вязко-торгово-промышленной палаты в размере там одной или двух тысяч квадратных метров. Все остальное пойдет под застройку то, что посчитает компания КЧУС. — Подождите, у нас ведь на Сурикова есть центр, где проводятся и выставки, и все, и, по-моему, там не очередь, там, по-моему, не битком забита. — Ну, это вообще тема бессмысленно обсуждать, потому что я считаю, что в нашем городе торговых центров и офисных центров последние 5-6 лет стало очень много, и, на самом деле, если на них спрос, это вопрос там совершенно понятный, что вернее всего, что нет. — Вопрос к авиатской торгово-промышленной палате, которая приняла решение, что это необходимо. Может быть, улица Сурикова и далековато, здесь, может быть, по центре, то есть не знаю, из каких позиций выходили, но авиатская торгово-промышленная палата решила, вот это нужно для нашего города, это не оспаривается. Но люди вдруг встали на ДБ и сказали, нет, извините, мы это не отдадим. Вы помните, когда разрушали Парк Победы, собственно говоря, да, отсекали от него вот эти вот, да, куски здоровенные? Помните, как нам обещали? Выступали, ведь весь город выступал и говорил, ой, вы знаете, мы вам столько, мы увеличим в 10 раз. По-моему, Октябрьский район как раз это самый район, где меньше всего близко не достигает до нормы, ведь есть норма вообще на каждого человека, сколько должно быть квадратных метров озеленения. — Да, я вам как-то её даже говорил там, да, по-моему. — Нам обещали, но вы знаете, если где-то кто-то что-то высадил, где-то что-то посадил, появились новые парки, так, увы, может быть, я просто не знаю, люди, радиослушатели, может быть, вы знаете, где у нас посажено и озелено, может быть, до нас это не дошло, позвоните, расскажите, где у вас новые парки появились, и зелёные зоны новые появились. Мы пока видим, что оттяпывают, оттяпывают в Порошино, Парк Победы хвастнули. — Алые паруса. — Ну, алые паруса, Дмитрий Михайлович, я с этим спорить не буду, потому что действительно знаю, что были реальные торги. — Нет, я к тому, что как бы изначально почему-то последние там 10-15 лет какая-то политика идёт по устранению вообще мест, где можно отдыхать и где можно как бы получать там какой-то позитив в плане чистого воздуха. В любом нормальном цивилизованном городе должны быть места парковые, скверные, где люди должны как бы чётко понимать, что это зелень, это полезно, это всё хорошо как бы. — Я с этим согласна, но вот, допустим, действительно, тот яблоневый сад, ему уже очень много лет, который был на месте алых парусов, но не забывайте, что на протяжении практически вот центрового Октябрьского проспекта там есть бульвар, там есть вот эти вот насаждения. Там не так скудно, да, там очень активное движение, и это бы зелёная зона никому не помешала. А тут что же будет? Что за лысина такая образуется вот на этой стрелке, где очень активное движение? То есть вот вы чем, когда вы вот апеллировали, когда вы сказали, мы не отдадим этот парк? — Ну, во-первых, я чётко понимал, что те жители микрорайона города Кирова не согласны расстаться ещё с одним парком, одним, может быть, и самых последних. Давайте не будем называть его парк, потому что я не скажу, что это никакой не парк, но сквер. — А, кстати, вы слышали, каким образом, Дмитрий Михайлович, когда парковая зона была переведена в зону какого-то общественного строительства, общественной застройки, когда зона рекреации была поменена? Даже говорят, что были какие-то общественные слушания. — Да, вот самое интересное, что связано с парком Победы, что связано со сквером профсоюзного Карла Маркса. На самом деле, какие-то проходы, будто бы очень часто апеллировалось властью, что были общественные слушания, все были за, люди готовы там, им сказали, что этот сквер не нужен, парк Победы им не нужен. И в данном случае вот это, когда всё на такое натянутое и лукавство кругом, да, может быть, вы изначально как бы собирали тех, кто должен был сказать, что это не нужно, да, но мы же чётко понимаем, что ни один житель города Кирова никогда не согласится с вырубкой какого-то сквера или парка. Ну, это нелогично. — Я живу в другом микрорайоне, но в своё время я училась в 14-й школе. — Я учился в 14-й школе. — И там какое количество школ рядом, да. — Там две школы, которые проводят уроки физкультуры в этом парке. — И 14-я школа туда ходила на уроки физкультуры. — На лыжах. — На лыжах мы гоняли там постоянно. Это было фактически, да, с ноября-декабря и по март. Мы всё там бегали, это было здорово. И деревья стояли, и лыжня была, и всем это нравилось. И вот мне, честно говоря, до слёз обидно. Я понимаю, что это может быть ностальгия, да, у меня по детству, вот. Но уничтожать мне совершенно непонятно. Хотя, в принципе, смотрите, вот я нашла очень много абсурда, да. Значит, вот будет выстроено вот это вот, значит, здание офисное. Вот. И туда якобы переедет поликлиника. — Да, первое. — Во-первых, давайте так. Офисное помещение и поликлиника в одном здании — это достаточно забавно. Это первое. Второе. По-моему, насколько я понимаю, медицинские учреждения все теперь переведены в областную программу, да, под областью теперь. — Ну да, как бы это... — У нас нет муниципального теперь. — Нет, у нас областной. — Всем заниматься департамент здравоохранения Кировской области. — Департамент здравоохранения Кировской области. О какой поликлинике мы сейчас говорим? Это вообще согласовано было. То есть, понимаете, какие-то прогнозы, какое-то всё, и они не то что абсурдные, а они какие-то, знаете, такие удивительные. Причём все вот эти вот удивительные вещи звучат именно от городской администрации. Именно она сказала, ой, да фу, там старые деревья, ребята, а кто вам мешал высаживать новые? Простите, это к вам вопрос. Вот, ой, там вот мы там сделаем, вот это вот будет. Хотя, в принципе, вы знаете, вот построить вот это офисное здание, что там будут высажены деревья, будет озеленение. Вы знаете, хотелось бы верить, что это так может быть, но офисное здание подразумевает здоровую, огромную стояночную площадку. — Площадь застройки, Лена, у меня очень вызвала большое сомнение, что там может быть парк даже похожий на этот. Пускай они и считают, что это там всё старое, там всё заброшено, но площадь застройки, которая там подразумевалась, она в моей голове не умещалась, где можно взять столько деревьев и куда их поставить. Значит, я думаю, что это там точное лукавство, да, ну, как бы точное лукавство. И просто искался повод там, да, опять под флагом там то, что это нужно для бизнеса, а бизнес это у нас налоги, бизнес должен развиваться, там всё прочее, да. Это первое. Второе, что будет ещё лучше, чем было. И третье, мы ещё построим добавок к поликлинику. Как бы они набирали очки для того, чтобы общественное мнение сломать, да, и в плане того, что, ребят, ещё всё будет лучше. Но при этом я же много прочим писем и сам написал, и рассылал то, что меня просили люди, которые бились за этот парк. Значит, я получал на самом деле ответ и, по-моему, от губернатора, где было написано, что там, да, планируется строительство поликлиники, в областном бюджете 60 миллионов нет, а вот эта суперкомпания КЧУС, она нам построит практически за бесплатно эти 60, за 60 миллионов эту поликлинику, и все будут довольны. Дмитрий Михайлович, подождите, компания КЧУС, это Кирово-Чепецкая, это ведь частная компания, да? Скажите, пожалуйста, КЧУСу какой резон дарить порядка 60 миллионов области? Нет, ну ничего они не дарят, там просто есть на сегодняшний день в аварийном состоянии стоит бывшая поликлиника, которая номер один, она закрыта. Она занимает определенный земельный большой участок, и как раз компания КЧУС говорила, что вы нам отдайте этот участок, и мы еще там расширимся, значит, взамен мы готовы вам предоставить, построить поликлинику в этом там торговом центре или отдельно, я не знаю, как это было бы выглядеть, но... Но это выглядело бы смешно. Ну, это было бы интересно, потому что тут все бы смешалось, да. Тут же сердечники, тут же, значит, бегут офисные работники, вот офисный планктон носится в белых рубашках с глазочками, тут, значит, слюни, сопли, каши, странный очень симбиоз, я бы так не захотела бы. Там 40 или 50 тысяч квадратных метров, вряд ли было, что это были бы офисные центры, я думаю, что очень был небольшой процент, и, конечно, основная часть это была жилая застройка. Но так или иначе, вы встали на защиту парка, почему вы сказали, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить решение суда? Вот, допустим, для меня сейчас совершенно непонятно, смотрите, есть договор между городской администрацией и ВТПП, ВТПП исправно платила аренду... Но она не выполнила некоторые условия согласно договору, по которому там должны были быть чуть ли уже не залиты фундаменты, и должен был представлен полностью проект, согласованный под строительство офисного центра. Это основной аргумент, по которому сегодня городская администрация расторгает договор. Так вот, смотрите, значит, вот это не сделано, вот это не сделано. Все планы сбила общественность, СМИ и активность людей, вот все планы сбила, да, просто сегодня до такой степени накалена обстановка вообще в городе, да, и негатива столько много по отношению вообще к местной власти, что они, видимо, не готовы были еще идти на один штурм против населения. Нет, но с другой стороны, вы знаете, честно говоря, вот мы сейчас уже пытаемся связаться с президентом Вятской торговой и промышленной палаты Николаем Липатниковым, вот, хотя, ну, честно сказать, у Николая Михайловича очень тяжелое состояние, он очень расстроен в связи со смертью Хаминка, Царстима Небесная. Вот, пытаются связаться сейчас с Липатниковым, и мы, конечно, зададим вопрос, то есть они платили деньги, город эти деньги получал, и, то есть, собственно говоря, насколько я понимаю, инициировал расторжение договора город. Да. Город. Да. То есть люди все-таки общественно все-таки продавило, да. И ушли в арбитражный суд, потому что Вятская торговая и промышленная палата в обычном режиме не готова была расторгнуть договоры. В этом случае они могли только расторгнуть через суд. На сегодняшний, вот смотрите, то есть я так понимаю, что торговая и промышленная палата в проигрыше судебного процесса не интересен, то есть они бы хотели оставить эту землю за собой. Это, наверное, и логично, да, потому что платили-платили. Наверное, они сохранили при всем при этом, насколько я слышал, что еще большие суммы было потрачено компанией КЧУС на разработку проекта, установку там забора. Сумма называлась там чуть ли не 28 миллионов, которые они готовы перевыстроить. Да, я помню, вы смеялись. Да, в Вятской торговой и промышленной палате. Очень дорогой забор буквально позолоченный, да. Председатель говорил, что таких денег у Вятской торговой и промышленной палаты нет. Хорошо. Ну что ж, нам показывают, что президент Вятской торговой и промышленной палаты Николай Липатников у нас на связи. Николай Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы соболезнуем вам в связи со смертью вашего хорошего друга. Позвольте несколько вопросов. Мы не будем вас очень сильно терзать. Вот 31 числа состоится суд. У меня к вам вопрос. Вы же много лет, ну, три года, да, исправно платили за аренду этой земли. Вопрос по деньгам. Он открыт или вы как-то, вот, что происходит? Вы везде говорите, что у вас цивилизованные отношения, цивилизованные переговоры с городской администрацией идут. Поясните нам, пожалуйста, юридическую сторону этого вопроса. Вы знаете, сейчас пока сложно говорить. Мы пытаемся найти разумное решение под учетом плане интереса и вот и жителей. Хотя я еще раз хочу сказать вопрос небесспорный. И когда мы вот этот участок рассматривали в качестве предложения городской администрации, мы, естественно, с архитектами, со всех, кто вам посмотрели, и предполагали, что будет, ну, довольно интересно в архитектурном плане, в человеческом плане здесь сооружение, которое, ну, будет украшать наш город, скажем так, и решить вопросы технологические торговые, потому что палаты. Я, скажу честно, мне уже немножко неудобно. Палата 20 лет отметила такому, ну, на неплохом, скажем, мягкой счету системе российской палаты, а мы до сих пор, значит, разбросали по нескольку территориям, не очень пригодные для работы. Вот. Поэтому мы смотрели, и участок был бы неплох. Поэтому мы сегодня, раз такая ситуация возникла, вместе с городом ищем некое разумное решение. Вот. Я надеюсь, что мы дойдем ее, найдем ее, вот, для рассмотрения дела в судебном порядке. Но почему судебный порядок? Нам, во-первых, нужно показать, что мы действовали в правом поле, что не было здесь никаких нарушений, никакой самостийности в этом плане, понимаете? 20 лет мы нарабатывали свой авторитет, я не хочу потерять его только потому, что кому-то это не понравилось, понимаете? Мы должны показать, что мы действуем в правом поле. А затем, так сказать, надо еще развешивать все, значит, все, так сказать, составные этого полоса и пытаться решить, если не здесь, то где. Вот и все пока что могу сказать. Решения на сейчас, на сегодня нет. Ну, хорошо, вот смотрите, допустим, сумма аренды, насколько я понимаю, там, говорится, о нескольких миллионах, да? Ну, более миллиона рублей вы заплатили денег, да? И что ж теперь эти деньги пропали, все? Ну, все, я сейчас не буду гадать, понимаете? Все будет зависеть от того решения, который... Пока деньги затачены, так сказать, безвозвратно. У нас денег, так сказать, лишних нет, вы понимаете, прекрасно, мы не коммерческая организация, мы рассчитываем же еще перечень инвесторов, так сказать, решить эту проблему, пока вопрос открыт. Поэтому сейчас фантазируют на эту тему, знаете, вот, ну, по крайней мере, потерять деньги, это несколько проще, чем потерять человека. Вот, и спасибо мне, принесли соболезнования. Я сейчас сижу, вот у меня голову об этом болит. Мы когда в городе разводим вот такой скандал и панику, мы забываем, что все это касается конкретных людей, понимаете, завевать какие-то интересы житейские. Семьи людей, настроение, сердца. Вот для меня пока, я сейчас лишнее говорю, наверное, вам, но пока действительно то, что вот был человек, мы еще несколько дней назад с ним обсуждали некоторые проблемы развития экономики области, и нет человека. Поэтому я не буду еще фантазировать, знаю, мы ищем конструктивно разумное решение. Я бы очень призвал этим заняться и других. Вот я проезжал в него нашего памятника воинам погибшим, это дворец пионеров бывший. Вы знаете, стыдно. Вот как-то бы заняться еще и этим делами, навести порядок в скверах, на улицах, понимаете? А кто-то что-то начинает заниматься, у нас первое. Обязательно надо первого выйти с критикой. Вот это позиция, к сожалению, отдельных наших горожан. Ищем разумное решение. Надеюсь, мы будем действительно разумны. Ну что ж, мы желаем вам удачи. И, насколько я понимаю, от своего желания построить единый центр, где будут объединены Вятская торговая и промышленная палаты и выставочные центры, куда могут приходить люди. Вы, то есть, вот ваше желание все это сделать, чтобы было все в одном месте, вы не отступитесь. Это, наверное, хорошо, это, наверное, оправдано. То есть у вас же... А вот, что я еще хочу, чтобы это было при моей жизни. Слушайте, вы так не горюйте. Вы молодой, вы молодой, сильный мужчина. Спасибо. Не горюйте. Не очень, а вот насчет остального полностью согласен. Комплименты из ваших уст. Слушайте с удовольствием. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо и до свидания. Мы напоминаем, у нас на связи был президент Вятской торговой и промышленной палаты Николай Липатников. Дмитрий Михайлович, вот давайте не будем говорить, да, о необходимости, нужности вот этого центра. Ну, в Вятской торговой и промышленной палате им виднее, да, то есть они собираются, я понимаю, консолидировать все в одном месте, не разбрасываясь по городу. Это, наверное, хорошая идея, для них хорошая, если тем более они нашли инвесторов. Так вот, что же будет с парком-то вот теперь-то? Вот смотрите, мы с вами остановились на том, что как-то тихонько, вот хотя редакторы наши утверждают, что они слышали о том, что были какие-то общественные слушания о переводе, значит, рекреационной зоны в зону общественной застройки, я имею в виду вот этот парк профсоюзный Карла Маркса. Счезла, видимо, сотрудников городской администрации, как обычно это бывает. Вы знаете, то есть я в теме очень многих событий, я редко что пропускаю, особенно такого масштаба. Я не слышала, у меня сегодня был вопрос, когда же зеленая зона стала зоной застройки? Все переводы, которые касаются парка Победы и, вернее, что-то сквера, было принято в последнюю буквально неделю работы той городской думы. Вы помните, что она в последний раз собиралась в пятницу в три часа, а выборы должны были состояться в понедельник. Дмитрий Михайлович, я помню, такие непопулярные решения, то есть через два часа Новый год, а дума проголосовала, причем он с финансовыми. Господин Лепатников, что-то все правильно сказал, но только одно не учел. Критика, критикуют все, не критикуют, а население говорит, что администрация не может принимать решения без согласования населения. Сегодня населению не нравится, что все парки и скверы сегодня пошли под нож. А давайте мы напомним, смотрите, Парк Победы, вот вы говорите, люди ничего не делали. Люди очень делали. Они заставили собрать дополнительное общественное слушание, где там чуть не до драки дошло. История Спорошина, я вам напоминаю, где огромная петиция, мы против, чтобы вот этот зеленхоз уничтожали, чтобы отдавали по застройку. Я по Парку Победы не говорил о том, что, по крайней мере, когда на меня выходили, я говорил, давайте будем собираться автобусами и поедем к администрации, и будем отстаивать ваш Парк Победы. По какой-то причине тогда всех убедили, что и заказные материалы вышли восьми, тем более это было перед выборами в городскую думу. Неправда, люди ходили, я знаю. Люди ходили и кордоном стояли. Вопрос. Мы могли собрать тысячу людей. Не пятьдесят, не сто основных активных, а могли бы тысячу прийти, потому что вопрос касался принципиальности чистоты и чистого воздуха в том микрорайоне, насколько это возможно. Потому что там другое... Нет, я тоже в том микрорайоне вырос, я жил на ТЭЦ, и всё хорошо знаю, и знаю, что такое Парк Победы, и что такое кинотеатр востока. ТЭЦ и Беохим. Это, вы знаете, там через каждый километр должны быть зелёные острова для того, чтобы здоровье сохранить. Там такие чудовищные выбросы. При всём при этом, Лена, я вам хочу сказать, что в советское время, когда разрабатывался вообще план развития города Кирова, таких мы были, я уже по-моему рассказывал, в 1975 году были признаны в Привовском округе самым зелёным городом вообще. И по насаждениям, и по высаживанию деревьев и цветов. Там какое-то бешеное количество высаживалось. И при этом в плане-то как раз и было то, что у нас был промышленный город, и он работал. То главная задача была вообще развитие города, создать как можно больше зелёных парков и скверов. Давайте добавим, что промышленность-то у нас работала, и промышленность-то давайте добавим, что она была откровенно и есть абсолютно и стопроцентно это очень вредная промышленность. Вредная, конечно. И наше спасение, это зелёное насаждение. Дмитрий Михайлович, давайте мы уйдём на перерыв и вернёмся буквально через минутку. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Ну что ж, мы продолжаем тему. У нас остаётся совсем мало времени. Давайте мы возвращаемся к парку, который на Карла Маркса и профсоюзной, который, по мнению нашего гостя Дмитрия Михайловича Русского, депутата законодательного собрания, удалось устоять всё-таки общественности, но впереди суд. Пока удаётся. Пока удаётся, но впереди суд. Вот сейчас в перерыве я сказала... Это главный вопрос. Вот я сказала, смотри, Дмитрий Михайлович, я категорически и однозначно не верю в то, что вот эта земля, зелёная зона, зона реакреации, была просто так, по доброте душевной, нате, ребята, и владейте. Не поверю. В это никто не верит. Это моё право. Да, это моё право. Я тоже в это не верю. Получается, что на сегодняшний момент в Градской торговой промышленной палате расторжение договора не нужно. Вы слышали Липатникова, они теряют серьёзные деньги. Вторая позиция. Городской администрации. Но это тоже по большой программе, ведь невыгодно. Что это будет за суд за такой? Может быть, вы поэтому так осторожны? Нам показывают, у нас есть звонок, и у нас общественная палата вместе с нами. Юрий Львович Лемензон. Здравствуйте. Добрый день. Мы рады вас слышать, Юрий Львович. Напоминаю, что это генеральный директор, главный редактор телеканала РЕН-ТВ Киров и член общественной палаты Кировской области. Юрий Львович, расскажите, по вашему мнению, что с парком, что будет? 31 числа суд о расторжении договора администрации и ВТПП. Ну, я считаю, что администрация приняла верное и разумное решение по сохранению сквера, что этот сквер включен в список особо так называемых охраняемых объектов. Я, единственное, волнуюсь все же по решению суда, потому что я еще не исключаю, что это такая уводка некая от темы заинтересованной милицией. Хитрость тут какая-то есть, согласитесь, да? Не со стороны администрации именно, а со стороны интересантов по застройке. У нас главный интересант это компания КЧУС. Главный интересант, простите, кто? Интересанты это у нас те, которые будут строить там. КЧУС. КЧУС. То есть давайте расшифруем. Кирово-Чепецкое, да? Управление строительства. Управление строительства. Которому дал добро кто? Это может быть некая форма... Господин Мачехин, да? ...своих интересов через решение суда. Хотя я знаю, что в администрации города настроены все же сохранить сквер, привести его в надлежащий вид. Я думаю, что и общественность подключится при положительном решении судебном о том, чтобы восстановить сквер, помочь его привести в должный вид. То есть теперь будут из зоны общественной застройки переводить обратно в зону рекреации? Или как? Я сейчас озвучу вопрос... Ну, у нас недавно на решение городской думы, если я не ошибаюсь, было определено более сотни мест, которые мы должны сохранить для будущих поколений. Включая так называемые рекреационные зоны, да, парк, сферы и так далее и тому подобное. Юрий Львович, и вам, и Дмитрий Михайлович, который у нас сейчас в студии. Один вопрос. Редакторы настаивали на том, чтобы я его задала. Кто будет смотреть, что будет дальше с этой территорией? Будет ли парк или что-то иное? Вот сказали, вот депутаты законодательного собрания, вот общественная палата. Ребята, вы берете контролировать что? Силы, включая жильцов, проживающих в этом микрорайоне, будут в дальнейшем смотреть за развитием событий и привлекать других лиц для решения положительного этого вопроса. Юрий Львович, у нас главное лицо это городская администрация. И парк муниципальный, то, наверное, в первую очередь должны сами городские... Ну они, конечно, да, после решения суда первые шаги по восстановлению, конечно, сделала должна городская администрация. Вы сейчас сказали по решению суда, имея в виду то, что суд удовлетворит ходатайство городской администрации, расторжение не произойдет. Что будет, Юрий Львович? Тогда будет... Надо будет подавать еще раз в суд. Нет, вот сейчас Николай Михайлович четко сказал, мы действовали в правовом поле, никаких нарушений мы не допускали. То есть это говорит о том, что они будут отстаивать пролонгацию вот этого договора аренды. Я так понял, что если городская администрация не предложит еще что-то взамен. Альтернативно. Я думаю, что... Чтобы их устроило. ...все равно идут, и, наверное, будет предложено альтернативное решение. И деньги там уже положены достаточно большие за... Ну, это разговоры о деньгах, их никто не подтвердил. Их никто и не считал, да. Да. Если заказать, я думаю, экспертизу, то обложение, которые говорят, 20 миллионов, забор даже с суперпроектантами из других великих городов, наверное, в эту сумму... Это кчусовская история, а авиатская, это торгово-промышленная палата, платила аренду. Аренду платила это. Это же и сумма, она, по-моему, звучит как полтора миллиона рублей. Так, Юрий Львович, что будете делать, общественная палата, если вдруг оставят... Будем осматривать вопрос о заседании общественной палаты и коллегиально принимать решение. О чем? Что делать дальше? О том, чтобы сохранить сверху. И все-таки для того, чтобы сохранить... Там же много умных людей, они что-нибудь придумают, я думаю. Хорошо. Юрий Львович, я очень рассчитываю, что из числа этих самых умных людей, которые обязательно что-нибудь придумают и сохранят парк для нашего города. Будем надеяться, что все же победит раз. Хорошо, я думаю, что эту тему мы не оставим и еще раз будем обсуждать уже после 31 числа, потому что действительно вопрос о том, кто же возьмет под присмотр, под жесткий надзор состояние этого парка... Это администрация города. В первую очередь. Администрация города. Администрация города уже все. Она уже пишет, там деревья дряхлые. То есть, понимаете, они взяли, подряхлели. И они тут ни при чем, понимаете. Они забыли, что нужно садить, что надо благоустраивать, что надо обикрашивать. Вы же понимаете, что это была системная подводка. Такая аморфная такая. Сам постарел и все. К запущенности специально его доводили. У нас же администрация изменилась. Другая администрация. Да ладно. Давно изменилась. Под нашим контролем эту она исправит. Хорошо. Юрий Львович, спасибо. Мы вас услышали. У нас на связи был представитель общественной палаты Кировской области Юрий Львович Лемензон. Ну что ж, парк будут отстаивать. Это не вопрос. У нас есть звонок. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Представьтесь, пожалуйста. Мария Ивановна. Дело в том, что вот напротив Крина, там же большая территория на профсоюзной, около Шинного дома культуры. Почему они тут не берут? Тут такая вот, я вчера шла, такая большая площадь. А потому что там невыгодно. Потому что я понимаю, что там дома стоят, надо квартиры им давать. Это все понятно. Это территория, как говорится, не пустая. Ну и там же можно сделать. Там такая большая территория. А там есть одна проблема. Я вам отвечу, почему им невыгодно там. Во-первых, вы правильно сказали, переселение. А во-вторых, там промышленная зона, там нельзя строить жилое, дома для жилья. Да, нет, офисный центр может и торговый, а вот жилье нельзя. То в данном случае это еще раз подтверждает, что все-таки там хотели строить не офисное здание большое такое, а все-таки жилье, потому что из-за этого и туда и лезут. А, Дмитрий Михайлович, я сейчас высказал предположение, что не все так просто, и там скорости могли вырасти элитные домишки, Дмитрий Михайлович. Я так понимаю, что там основная... Спасибо большое, это интересно. Да, как бы расчетный инвестор... Интересно, если она имеет полное право на существование. Расчетный инвестор как раз и был на застройку жилья, потому что... Потому что очень большой вопрос. Такие миллионы во что? В офисный центр, который вряд ли тебе отработается в виде аренды. Это не так быстро, как продажа жилья. Дмитрий Михайлович, спасибо. Ну и что они хотят с этой территорией делать? Ну теперь будем надеяться, что они все-таки ума у всех хватит, и ее сделают, и благоустроят. И это будет хороший скверк или парк для того, чтобы жители того микрорайона гуляли с детишками, с внуками и просто отдыхали. Да тут недалеко я живу. Неплохо было бы, конечно. Неплохо было бы. Ну что, спасибо за звонок. До свидания. Давайте я озвучу, значит, отстоять сквер на профсоюзной. Я озвучиваю итоги нашего опроса. Отстоять сквер на профсоюзной удалось благодаря активной позиции местных жителей. Это 64% Согласен полностью. Так, резонанс СМИ 21%, вмешательство депутатов и политиков 14%. Вы знаете, я, конечно, не совсем согласна, что это активность местных, активная позиция местных жителей, потому что они были ведомы членами общественной палаты и депутатами. Вот. А так бы их никто не... Просто так сложилось, что, наверное, впервые, может быть, за многие годы все работали на одну цель, да? Сохранить парк. Сохранить парк, да. Нет, но вы знаете, вот в этом вопросе, что меня больше всего устроило, в том, что люди, ветчане, наконец поняли, что объединение их в едином порыве дает свой положительный эффект, свой результат. Спасибо вам. Я надеюсь, что в будущем мы все будем вместе двигаться в этом направлении. Я тоже думаю, я замечаю, вы, кстати, обращайте внимание, как народ начинает активно поднимать голову. Раньше мы были равнодушны абсолютно. Лена, просто уже достали. Мы понимали, что... Лена, они уже просто нас всех достали, это раз. Во-вторых, уже отступать некуда, уже ничего нет. Мы сегодня, вот, сегодня Липатников сейчас сказал, что там они посмотрели по архитектуре, там было бы красиво все. Ребят, у нас в городе давно нет архитектуры. Это все уже замечают. У нас сегодня какой-то хаос точечной застройки, и там реально происходит то, что не должно происходить в городе, который когда-то считался самым красивым и зеленым в Приворском округе. То нам отступать уже некуда. Если мы сегодня там не будем биться за наш город, эти ребята точно биться за него не будут. Они уже все... Отступать некуда позади Москва. А, нет, у нас, да, нам отступать некуда. У них есть куда? У них коттеджи на Средне... на Южных Зморьях, на нашего, не нашего. Они у нас по вахтенной методе отработали, и все уехали. И будут жить хорошо, припевающие, смеяться над нами. Мы были дураки, а им как было. Там и море, и воздух, и совершенно культура другая. Дмитрий Михайлович, у нас остается буквально одна минута. К вам вопрос. Ваша точка зрения по делу Навального. Как вы думаете, что произошло? Ну, произошло то, что произошло. И я думаю, что как бы это еще не окончательный результат, потому что у него впереди два буквально больших судебных дела по ИФРОШе и по СПС. Я больше уже говорил, что я рад за Петра Офицерова, потому что точно в борьбе между властью и Навальным в первую очередь пострадал совершенно невинный человек. Это Петр Офицеров, у которого пятеро детей, которых надо кормить. И при этом выдержал очень мужественно и стойко выстроил в этой ситуации. То я больше рад за него, что фактически он остается на свободе и может спокойно обеспечить своих детей всем необходимым, то, что он может сделать как хозяин семьи. Ну что ж, Дмитрий Михайлович, я рада сказать. У Навального своя история, он выбрал сам этот путь. Он выбрал сам этот путь, он по этому пути. Он сам эту дорогу себе укатал. Поэтому, да, мы копья ломаем. Она, конечно, будет тяжелая, мы все это четко понимаем, но это его путь. Ну, это его ноша, да. Давайте не будем уже... Мы услышали вашу точку зрения. Хорошо, что она касается человеческих позиций, по крайней мере. Слава Богу. Петр Офицеров, он остался со своими пятью детьми. Пятью детьми. Детьми, отец-герой. Ну что ж, давайте прощаться. Наше время эфирное закончилось. Я напоминаю, что на студии Дмитрия Михайловича Русских, депутат законодательного собрания, мы говорили о парке на улице Карла Маркса и профсоюзной. И несмотря на фанфарные такие, знаете, наши восторженные состояния, о том, что мы добились, выясняется, что мы далеко не добились, потому что там, во-первых, большой капитал. Во-вторых, никто не верит, что все это было сделано по доброте душевной и просто по-хорошему. И, в-третьих, суд еще не завершен. Все еще пока что. Я думаю, что мы не последний раз говорим на эту тему. Я с вами прощаюсь до пятницы. Елена Овчинникова, дневной разород. До свидания. Удачи. Спасибо всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok